Девушки отдыхают Среди Ассасин Скрида И Олвизина Какой бы он ни был крутой хоррор Эта штука мне понравилась больше Если вы не видели эту игру Соряту просто выключить свет Откинуться в кресле Расслабить манжеты Потому что сейчас увидели нечто очень крутое Ждем Мультик пропущу Мультик не информативный Мультик не интересный И он очень долгий Я думаю уже многие догадались что это гонки И название их Дистанс Здесь всего одна машина Здесь всего пока что несколько трасс Потому что это бетка Но черт возьми как же они хороши Беспрецедентно Добровольно записываю видео В 60 фпс Чтобы смотрелось покруче В игре почти нет шума мотора Единственный звук Который воспроизводит езда Это звук магнитов И легкое шипение этой турбины Все остальное пространство Заполоняет музыка Которая из-за отсутствия Конкурирующих звуков Практически Звучит Кажется что громко Но до чего она атмосферная Эта музыка является частью этой игры Ее нельзя выключить И поставить какое-нибудь свое дерьмо Типа Рэпчик Дабстепчик И так далее Ни хрена здесь Поверьте Здесь хороша именно эта музыка Ну или еще какой-нибудь наверное транс На лучших моментах Я обязательно притухну И дам вам насладиться Вот сейчас Вы чувствуете Вы чувствуете Какой-то космос Хочу заметить Что на мой взгляд Гонки оформлены В стиле фильмов Трон Кто не знает Это фильмы про виртуальную реальность Их два Один олдскульный Второй дерьмовый Но смотрится второй Вот именно вот так Он яркий Цветной Если бы в нем еще смысла было Хотя бы пара ложек Цены бы ему не было Ну гонка будет длинная Рассказывать тут не о чем Здесь просто Просто гонка И под чертовски классную музыку На каждой трассе музыка меняется Обратите внимание Что подсветка Трассы Периодически Периодически Мигает в такт С музыкой В самых таких моментах Ответственных Скажем так Ну так вот Возвращаясь к фильму Трон Меня затащили Нет вернее Мы просто как-то спонтанно Один раз с друзьями Зашли в кинотеатр Вечером В киношку И не знали Что там идет Стали выбирать Сноугад И Среди конкурса Рекламных баннеров Победил безусловно Фильм Трон О господи Эти два часа Были почти так же Бессмысленно потрачены Как при просмотре Фильма Прометей А фильм Прометей Я вообще Ни хрена не понял То есть Картинка есть Бюджет есть Но От классического Фильма Трон Там осталось Только соревнования С диском Как я понял И гонки на мотоциклах Это Два немногих Достоинства Но Даже если игра И оформлена С фильма Трон И имеет Схожие Кстати Моменты Тут будет Дальше Такая клешня Сверху Кто смотрел Первый Олдскульный Олдскульный Трон Вспомнит Какие там были Танки Там фильм Знаете Такой старый Что он даже Не 8-битный Потому что Тогда битов Вообще не было Я думаю Он был 0-битный Он был Из картонных Коробок Покрашенных Краской Настолько Убого Там все Смотрится На сегодняшний день Но я смотрел Его еще маленьким И тогда Он выглядел Просто волшебно Почти так же Волшебно Как сейчас Выглядит Эта игра Нет Ну признайтесь Что в темноте Сейчас Ваш Монитор Похож на Ночник Если Не вдумываться В суть Изображения Это невероятно Невероятно Очень Очень классная Картинка И вот эти Лампочки Они на каждом Не меняются И То есть Видно Что другая Трасса Другая музыка И другой Цвет Дороги Нельзя Перегревать Нитро Иначе Машина Взорвется И рухнет Вся атмосфера Эта гонка Вот смотрите Смотрите Под музыку Эти Прожектора Меняют Цвет Ну в принципе Знаете Некоторым людям Бесполезно Это объяснять А такую музыку Способна Ценить Только Ценители Хорошей музыки Если вам нравится Шансон Пожалуйста Можете Нести Здесь Под Владимирский Централ Надеюсь Что вам будет Так же Кайфово Как и тем Людям Которые Ездят Под оригинальные Саундтреки Согласитесь Что эта игра Занимается Просто сексом С вашими глазами А И одновременно Насилует Ваше зрение Потому что Глаза От этой игры Устают просто адски Если будете играть Советую Не залипать в нее Подолгу Иначе Очень быстро Зрение у вас Станет Как у кота Базилио Наверное Современным Школьникам Надо напомнить Что кот Базилио Слепой персонаж Из Буратино Вообще Заметили Что Каждое Каждое Следующее поколение Делает Делает Какие-то Оскорбительные Пояснения Для Поколения Предыдущего Принимая их За тупых Так что Школьники Ой Пол машины Отрезала Господи Кабриолит Так что Школьники Не отчаивайтесь Придет и ваше время И вы Каким-нибудь Поцом Будете говорить А ты знаешь Что такие телепузики А ты хоть раз Смотрел Лошара Да я понимаю Что трассы Кажется Короткими И пролетают Незаметно А как Незаметно И пролетает Время За этой Игрой В этой Игре Вообще Время Как будто Остановилось Просто Ты смотришь Как Летят На тебя Тебе Навстречу Тебе Огни Вот так Вот Вот красота Игры А не Наклейки Там Всякие Которые Можно К своей Машинке Приклеить Ох Меня В измельчитель Попал Ну я Не запомнил Еще наизусть Все трассы Я уже говорил Что это Бета Я думаю Что если Мы все Пойдем В стим И купим Каждый Эту игру Я уверен Что У разработчика Появятся Деньги И он Доделает И это Будет Очень Стоящий Проект Да 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 И в игре Есть полеты Я думаю Вы заметили И полеты Здесь Черт возьми Очень Классные Трудные И классные Я играю Естественно На джойстике Я не представляю Как бы я играл Здесь на клавиатуре Видите Когда я играю На клавиатуре Я не могу Откинуться В кресле И знаете Эти гонки Они Тем и отличаются Что обычно Едешь напряженный Не можешь там Откинуться Куда-то Весь Горбился В монитор Уткнулся Сетишь Там А здесь Я откинулся Мне похрен Да я сдохну Может пару раз За время Этой трассы Но что Главное Это впечатление Это Проникнуться Атмосферностью Ну вот Видите До чего Играды Я уже Как BlackSiber Заговорил И у меня Снова Кабриолет А вот Эти вспышки Чекпоинта Это Такие места Где Вашу машину Чинят И восстанавливают Вау Не знал Что здесь Есть дорога Видели как я умею Да Тут когда Жить захочешь Еще не такие Мертвые петли Выписывать Начнешь Нет Ну Посмотрите На этот прозрачный пол А как вам Вот это Это же Просто Черт возьми Дискотека На дому Нитро Даже Отпускать Не хочется Хоть и Опасно Блин С понтом Что якобы Так Это конечно С нитро Даже Безопаснее Вот я Сейчас Маленько Даже Срезал Пока Все Удачно В принципе Вообще Не знаю Не будет ли Против Разработчик Что я Выкладываю Бета Версию Игры Да Еще Музыкальные Правообладатели Наверняка Найдутся А как вам Этот Хоррор Да Этой Игре Безусловно Не хватает Каких Нибудь Моментов Где Вы Пришлось Дрифтовать Хотя Бо Немножко Ай Расщепило Но это Из-за Того Что Еду На Турбо Если Ехать Без Турбо Машина Покажется Что Катит Очень Медленно Вот Смотрите Психоделика Мать Его Можете Кстати Слово Попробовать Кататься Под Pink Floyd Чем Черт Не Шутит Ну Или Под Daft Punk Мне кажется Тоже Имело Бы Смысл Жалко Что На этом Уровне Музыка Куда То Ушла От Нас Он Такой Типа Весь Должен Зловещий Зловещий Это Сальто Я Посвящаю Вам Как Мне Жопа Не Оторвало Вообще Шикардос Несмотря На то Что Здесь Нет Соперников Но Есть Мультиплеер Да 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 С Другом Тут Гонять Вообще Прикольно Но Вы Не Можете Друг Друга Таранить Вы Эфемерный Как Бы Типа На Время И Не Всегда Здесь Надо Ехать По Дороге А Иногда Дорогу Очень Трудно Найти Но Это Надо Видеть Весь Потенциал Эта Машинка Раскроет Только Знаете На Последней Трассе Думаю Или Что То Угол Того Ну И Трасса Конечно Все Сложнее Сложнее Некоторые Вообще Кажется Что Невозможно Доехать До Конца А Правее Поверьте Проедете Главное Я считаю Ехать Как Можно Быстрее Здесь Тише Едешь Дальше Будет Вообще Не Прокатывает Иногда Если Не Разогнался То Не Долетишь Вместе Со Своими Пословицами Грохнешь Когда Ни Говно Зато Будешь Сука Умный Вообще Я В детстве Вспоминаю Как Я Школьником Играл В гонки Я Не Знал Что Такое Тормоз Зачем Он Не Не Понимал Машина Все равно Не Бьется А Быстрее Воткнуться И Дальше Поехать Чем Останавливаться И Разгоняться По новой Понимание Как играть В гонки Ко мне Пришел Наверное Вместе С игрой Колин Макрей Ралли 0.4 По-моему Где там 5 машинок Было На выбор Мазевые Были Гонки Надо Сказать Там И машина Билась А Черт Кабриолет Там Машина Билась Машина Портилась Колеса Отрывались На сломанной Машине До финиша Доехать Уже не так Просто Хотя Доезжали Оп Оп Вот это я сейчас Сука Спас положение От взрыва На правый Стек Видите Из машинки Вот такие Штучки Вылезают Это Для того Чтобы Крутиться В немесомости И в полете Типа И вот Если ты Гикнешься С высоты На крышу Ты сдохнешь Умудришься Упасть На колеса Ты Выживешь Я надеюсь Это смотрелось Так же Понтово Как это Я себе Представлял Вот теперь Как 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 Должны Выглядеть Бесцельные Гонки Вдаль Быстро И красиво А не то Что эти Симуляторы Долбанных Дальнобойщиков Которые Нет Да Выходят До сих пор Я Понимаю Не было Не было Ни хрена В первых Дальнобойщиках Ты играешь На На оптовой базе Короче Выбираешь Груз Выбираешь Трассу Там Из списка Груз Из списка Грузов Трассу Из списка Трассов И едешь Из списка Трассов Ну Поняли Да И по-моему Там Можно было Машину Наворачивать Другую Покупать Вот А во второй Нет Я еще Жив Я Блядь Так Просто Хуиздам Собля Кончилось Мы Догребем Мы Догребем Давай Блядь Как Чапаев Он Догреб Мы Догребем А Нет Он Не Догреб Но Мне Судьба Черт Побрал Так Вот А во Вторых Дальнобойщиков Появился Уже Открытый Мир Очень Неплохой На то время Российский Открытый Мир И машины Там Не только Патриотический Зил Зил 130 Но и Икона Ложных Амбиций Какой-то там КамАЗ 2000 Что? Какой-то был КамАЗ 2012 Или 2020 Луноход Короче Такой КамАЗом Назывался Ёптель А ну-ка Что это было? Я знаю Что Многие Играли Не только Одни Но у многих Еще там Отцы Любили Зарубить В дальнобойщиках Ну а что там Пидоришь себе Вдаль И представляешь Как ты Крут Что-то Что-то Я не понял Этой Разводки Сейчас Не ну Согласитесь Что сама Суть игры Вести Один груз Куда-то Вакуум Зацените Вакуум Врубились Да? Что звука Нет Блаженство Прям вообще Переход Такой Просто Четкий Ой Да Ну так вот Сама суть игры Концепция Что надо Возить грузы Из точки А в точку Б За виртуальные Деньги На которые Можно купить Виртуальную машину Ну то есть Ну очень интересно Потому что Времени уходит Куча Действий Минимум И это было Просто Отстойно Но это было В новинку И эта новинка Очень Очень Перла в массы В смысле Дальнобойщика А если еще Припомнить Саундтрек От группы Ария Которую я тогда И знать не знал Мне тогда Тупо нравились Саундтреки Я не знал Что это Чьи-то песни Саундтреки Там Ну просто Вообще Прям В тему Почти Как в этой игре Машинка Магнитится К дорогам И вообще К любым поверхностям У нее магнит Под днищем Главное Вовремя Перескакивать И поверьте Что это Не так легко Как кажется Просто я Это играю Уже второй день Я уже профи Здесь Нету Какого-то Супер Скилла Я думаю Играть Можно Учиться Довольно Быстро И потому что Игрушка Довольно Простая Например Потому что Здесь нету Никаких Лишних Функций Здесь нету Заносов Все эти Фигни Притормаживать На поворотах Тоже не Требуется Но при Идеально Простом Управлении Здесь иногда Есть просто Жопоразрывательные Блин Моменты Например Иногда Отбирает Возможность Лететь Вот как Я сейчас Сделал Чтобы не Прыгать Вот Видите Справа Знак Красный Infected Здесь У вас Отбирают Крылышки Ангелочки Придется Ножками Топать Ёпти Ну Не Вписался Бывает Ой На колесики Но это я уже умею Справлять Я Выдвинул Такую версию Что мы Играем Каким-то Не знаю Антивирусом На самом деле Потому что И летаем По компьютерной Системе Потому что Блядь Потому что Какие-то Инфекции Здесь Что-то Происходит Все Такое Компьютерное Здесь Мне кажется Это на что-то Донамек Вот Очень сложные Прыжки С переворотом Как-то Сказать Верхногами К ним Очень трудно Привыкнуть Поначалу Трудно Заметить Да и Потом Они Не очень-то Работают То есть Наверное Это Самое Сложное Вот На каждой Трассе Есть Одно Такое Место Где Если Ты Не Прошел Сходу Ты Сдохнешь Раз Десять Чудом Сейчас Машина Зацепилась Колесами За дорогу Впрочем Вы Не поверите Я думаю Это та игра Которую Надо пробовать Господи Какое Чудо Нет Дерьмо Осла Ну не хочу Притормаживать Не хочу Да Видите Видите Начинается Ёпти Все Меня сбило С нагибаторской Волны Я Блять Я Потерял Все Все Я Проехал Я Сделал Это Оп Вот Между этих Створок Иногда Можно Запаниковать И не Вписаться Тут Пока В первый Раз Да И Лезь ты Конем Первый Раз Когда Играешь Еще Не Знаешь Что Это Светится Вдалеке Ты Подъезжаешь Посмотреть Поближе И Пока Раскрыв Рот Осознаешь Что Это Такое Тормозить Становится Уже Поздно Аварийного Смотрите С такого Разгона Оп Практически Намертво Машина Вцепилась В дорогу Мертвой Хваткой Опять Крылья Забрали Да Что Ты Будешь Делать Оп Особенно Когда Здесь Надо Без Крыльев Переворачиваться Это Вообще Новый Уровень Сложности На самом деле И Эти Мясорубочки Которые Похожи На Значок И А Геймс Как Мне Кажется Детурбота Средоточение Левел Максимальный Надо Было Как Нибудь Показать По Настоящему Сложенную Трассу Какую Но Я Думаю Что Эд Сгодится Видите Видите Каким Каким Чудом Я Цепляюсь За Дорогу Кстати Очень много Любительских Кар Доступно Для Скачки Бесплатно В стиме Модов Ну там Некоторые Карты Правда Совсем Какие то Лохи Делали Где Просто Дорогу Вообще Ни черта Не видно И пол Дороги Непонятно Чего Тебя Хотят Но Есть Карты Очень Такие Нормальные Я Надеюсь Что Запись Пишет Вообще Не лагает Я Думаю Еще Одна Дорожка Еще Одну Дорожку И Хватит Я Думаю Уже Давно Многие Убедились Просто С самого Начала Что Игрушка Стоящая И пошли Скачивать И Видосик Выключили Ну Потому Что Ну Вообще Знаете От То Что Знаешь Дорогу Заранее Эту Игру Вообще Ничуть Не Портит Она Становится Быстрее Если Поначалу Ты едешь Особо Без Турбины То Как Только Ты Трассу Более Менее Запомнил Знаешь Где Тебе Ждет Какая Западлянка Ты Начинаешь Ехать Очень Очень Быстро И От Этого Игра Визуальном Плане Очень Сильно Выигрывает Поэтому Спойлеров Бояться Вообще Да Блядь Это Не Та Игра Поверьте Это Не Та Игра Которая Успокоит Ваши Нервы Ну Знаете Там Гонки Снять Стресс Типа Эпидурич Вдаль Это Круто Здесь Ты Едешь Ты Умираешь Ты Психуешь Это Дарк Соус Мира Гонок Так Иногда Кажется Черт Блядь Нормально Доеду Черт И Давайте На последующем Вспомним Гонки Знаете В которые Мы играли Наверное Все играли В детстве На Денди Как На Сегах Как Они Как Тогда Оказались Гонки Крутые Я помню Была Гонка Где Надо Было Догонять Другие Машины Их Таранить Чтобы Они Остановились И Там Сначала Легковые Потом Джипы Грузовики Таранишь Там Уровни 10 Она Была Не Очень Длинная Игра Но Сложнючая Блин И Там Какие-то Гонки С видом Сверху Там Какие-то Гонки Где Никто Не Знал Как Скорость Переключать Ну А Вот А Вот И Штучка Из Фильма Трон Кусок Уебка Блин От Него Невозможно Увернуться От Него Можно Только Затормозить Ну Вот И Пошел Жопу Видите Тут Надо На Скорость Проходить Я надеюсь Что Когда-нибудь Там Появится Таблица Рекордов Если Ее Нет И Я С Наслаждением Узнаю Что Мой Результат Где-нибудь Поближе К Шапочке Потому Что В эту Игру Можно Играть Пока Не Ослепнешь Мне Кажется А уж Если Разнообразить Трассы А Где Мои Крылья Которые Нравились Мне Я Стесняюсь Спросить Как Мне Здесь Лететь То Надо Было А Вот Это Один Из Тех Трамплинов Где Просто Разогнался И Молишься А Вот Здесь Дальше Секретное Место Где Если Сдохнешь Чего Я Надеюсь Я Вам Не Покажу Застреваешь Между Двумя Телепортами И Наступает Изнасилование Вашей Задницы Просто Всеми Имперскими Штурмовиками Вкупе Сорками Нахуй Зингарда Блин Господи Где пол Где вверх Где что Крылья Есть Есть Крылья Но тут Я и так Былетел Ох Как ярко Видите Как Было темно Стало ярко И эти перепады Они просто Дрочат Зрение На самом деле Но С утра Я вроде Проснулся Глаза В принципе Не щипали Не болели Просто Когда выходишь Из этой игры Понимаешь Пошла Ты в жопу Я даже Не увидел Ничего Из этой Морды Отлично Еще разок Когда выходишь Из этой игры Понимаешь Как устало Твое зрение И понимаешь Что ты Ну лично Мне показалось Что я Начал Как бы Не знаю Вот так же Переворачивать Реальность В мозгу Как здесь Переворачивается Карта Ниже Выше Так У меня Половинка Машинки Но я думаю Доеду Очень классно Смотрится Не так И вот Он Финиш Ай Блять Сука Это вверх Это финиш Вверх Я не внизу Я не на дороге Видели Видели Я подпрыгнул Чуть назад Не отвалился Хороших разработчиков Осталось Не так много Как мы можем Судить Судя по тому Что недавно Их ряды Покинул Капком Так что Видимо Настало время Поддерживать Действительно Всяких Инди Разработчиков И новичков В этом бизнесе Блин Черт Так что Играйте Покупайте Качайте Дистанс Играйте с корешами Играйте одни Поздно вечером Под музыку Игруха Короче Стоящая Рекомендую За базар Отвечаю 100% Все Не оторваться Подождите Сейчас Закончится Черт Блять Ай Говно Все Надо было Раньше выключить Живу Редактор субтитров Редактор субтитров